Покаяние Итак, сейчас вопрос был задан. Что такое у нас переписка грехов или покаяние? Вы знаете, переписать грехи – это не проблема. Вы знаете, бесы тоже все грехи знают. Но покаяние, чтобы отречение – это не грехов, это совсем другое. Ведь вначале мы, когда хотим переписывать, это есть оглашение, мы вроде слушаем, знакомимся. Да-да-да, ой, да-да, не надо, не надо, не буду, не буду, не буду делать, да-да-да-да. Это просто-напросто мы информацию узнали. Это оглашение. А попробуй ты еще пройди обрезание. Обрезание – значит отречься от страстей. Обрезать эти страсти и сердце их изгнать. И тогда только тебе надо подходить уже к причастию. И тогда тебе надо подходить еще к крещению. Вы вначале грехи – вот даешь книгу грехов, они, даже не читая, галочки там понаставили, и приходится этой книжечкой, я говорю, а что тут галки понаставишь, зачем вы это сделали? Вам дали книгу переписать грех. Там написан один грех. Вот одна строчка написана грех. А ты посмотри этот грех, начиная с семилетнего возраста. Сколько этот грех рос, с какого возраста он рос, и когда этот грех у тебя увеличился, усилился и взял власть в свои руки. Так теперь ты выписывай грехи, сколько он у тебя рос. Бес, отрекайся от всех действий, бесы боятся покаяния, бесы боятся отречения. Вот отрекайся, да, мне не нравится вот это, вот это, вот это, а бес не дал сказать, что тебе не нравится, что-то не нравится, а что-то нравится. И бес утаил в тебе, что тебе нравится самое страшное, где бесы живут. И ты этого не назвал. Много назвал, а я этого не назвал. Почему? Потому что бес не дал тебе пока это глубоко. Но если ты будешь вспоминать свои грехи, семилетнего возраста, писать грехи, когда сидишь, беседуешь с твоим мужем или женой, беседуешь, что-то там начинает, дети рядом, и беседа идет, и прочитали грех. Ну-ка вспоминаем, сколько было с детства грехов сделано. Ну, в каком возрасте, какие грехи. Один грех только прочитали, один грех, а по тетради написали. Во! Тебе дали вот такую книжку толщиной, да, грехов? Ну, вот такую книжку тебе дали толщиной, вот такую книжку. А вы пишите грехи, потому что она даже вот такая толстая. Во! Мы даем такую книжечку, а приходят, вот такие вот написали. А что они там могли написать-то? Да они вообще без покаяния. Это люди глубоко не как-то, они не понимают, что это грех. Понятия в этом не имеют. У них или мозга, проблемы с головой. А почему проблемы с головой? Нету благодати Духа Святого. А почему нету? А то они еще не крещеные. Поэтому для чего дается книга грехов подробности. Выписывание грехов семилетнего возраста. У тебя, если хоть кто глубоко раскаялся, помолись. Говорят, Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грехи, дай мне память моих грехов. Чтобы пришло ко мне на мое разумение, на понимание мое, сколько же я, оказывается, грешил. И тебе, Господь, будет вскрывать твои грехи. Только читай Иисусу молитву и выписывай грехи. И что интересно еще, держи в себя рядом вся тетрадочку, ручка, чтобы была у тебя рядышком. Здесь удобные условия. Ложишься спать с Иисуса в молитвочке. У тебя горит лампочка. Ну, вот так лампочку включил каком-то рядышком, да. У тебя иконочка стоит. И ты читаешь Иисусу молитву, смотришь на Христа, на Богородицу, смотришь на свой ангел-хранитель, смотришь на имя святого, в котором ты крещен. И прочее, помогите мне покаяться. И читаешь, смотри, засыпаешь. И начинается с тебя видение твоих страстей и грехов. Тебе ангел-хранитель. Тебе подсказывает. Ты прям сразу вскакиваешь и начинаешь писать. Прям смело-смело пишешь. А тебе продолжается подождать, тебе помогут. Подсказка идет, идет, идет. Показать по ним перекрестился, поблагодарил Господа. Матерь Божью поблагодарил. И опять ложишься спать. Спишь. И сон, вы знаете, спишь мало. А высыпаешься. Ведь сон у нас должен длиться 4 часа. 3-4 часа. Это сон, нормальный сон. Если ты не высыпаешься 3-4 часа, а высыпаешь 7-8-10, ты ленивый. Твоя плоть очень ленивая. Она насыщается коротким сном. Плоть наша. Потому что идет покаяние. Ангел-хранитель с тобой рядом находится. И ты освобождаешься от грехов. Ведь ночью бесы работают. Ночью бесы входят. Они именно ночью. А ты еще посмотрел фильмы, там лег спать. Что творится потом всю эту ночь. И ты не будешь высыпаться, будешь спать полдня. И бесы будут тебя охранять, чтобы ты не проснулся. А тебе сны показывают свои идиотские, ненормальные. А с Иисусом молиться быстро высыпать встал. Приходит и говорит, а ты спал? Да, спал. То ты только что лег. Да я уже выспался. Да как ты мог выспаться? Да выспался, я не хочу спать. Потому что я спал. И грехи писал. Как я сразу грехи пишу? Вы представляете? Сон, который есть от Бога, он короткий. А от места сон длительный. Для чего? Чтобы больше ночью войти вплоть. Ведь они ночью входят, бесы. В ночное время. Особенно с пол первого до пол четвертого. Это время дьявола. И они входят в человека вплоть. Входят ночью. Ночью. И на рассвете получается осквернение на рассвете. Потому что все. Ты уже у беса попался. Надо каяться в грехах. Не надо унывать. Не надо печалиться. Старайтесь владеть Иисусом. Голито. Общайтесь со святыми. С ангелом-хранителем. И будьте у Бога на учете. Аминь. Голито. Голито.